И сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу, книгу Моисеева Закона, который передан им от Господа. Люди понимали, что единственный человек в этом городе, в этом народе, кто знает лучше Слово Божие, чем кто-либо другой, это Ездра. 14 лет назад Ездра вернулся в обетованную землю из Бавилонского плена во время Второго Возвращения. В 10 стихе 7 главы книги Ездре говорится, что он посвятил себя Закону Божьему. Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать Закон Господень, исполнять его и учить в Израиле Закону и Правде. И вот в течение 14 лет Ездра углублялся в изучение Слова Божьего. Поэтому они призвали Ездру, крича в один голос, «Принеси книгу! Принеси книгу!» Это то, что так катастрофически необходимо в церквах сегодня. Духовный голод на скамьях, взывающих к пастору, «Принеси нам Библию! Принеси нам Слово Божье!» И людям нужно начать кричать, «Пастор, можно поменьше объявлений, но побольше Библии!» «Пастор, не мог бы ты нам поменьше рассказывать о культуре?» «Можешь ли ты рассказать нам побольше о Библии?» «Пастор, можно поменьше истории о твоих детях?» «Дай нам Библию!» «Пастор, почему бы тебе не уволить команду артистов?» «Дай нам Библию!» «Говори с нами, как со взрослыми!» «Пастор, можно поменьше слушать о программе строительства и о бюджете?» «Можно побольше Библии?» «Пастор, не мог бы ты сократить свое введение в проповедь и начать сразу с Библии?» «А то у вас подъезд больше, чем сам дом!» Забавно, но это единственное, чего не было в моем тексте. Я уже начинаю узнавать вас поближе. Но ведь это как раз то, что так необходимо, и когда вы вернетесь в свои церкви, если мы хотим такого же возрождения, как то, что мы видели в главе 8 Ниемии, на каждого из вас возлагается обязанность взывать к вашему пастору, «Принеси нам Библию!» «Принеси нам Библию!» Вот так и начинается пробуждение. Это мечта проповедника. Он не будет спать всю ночь.